Привет всем добрым людям в это непростое время. Как я обещал, я планирую делать небольшие новостные ролики на атомную тематику, но давайте сегодня я сделаю этот ролик в привязке к недавним событиям. Как вы, наверное, слышали, на днях в городе Краматорск в Украине в результате ракетного удара погибло более 50 мирных жителей. Давайте я в этом ролике кратко расскажу, что такое вообще Краматорск для мировой атомной промышленности. Что такое вообще город Краматорск? Это город в Донецкой области, то ее части, что контролируется сейчас Украиной. И в этом городе находится крупнейший актив Росатома в Украине, завод Энергомаш Спецсталь. И на нем изготавливают оборудование для АЭС по всему миру. Энергомаш Спецсталь это крупнейший завод изделий из специальных сталей в Украине. В 80-х годах завод был модернизирован специально под нужды бурного строительства АЭС с реакторами ВВР в Советском Союзе. Об этом буме я подробно рассказывал в своем обзоре атомных станций России. Можете посмотреть этот ролик. Кстати, на территории нынешней России, тоже на юге, Волгодонске Ростовской области, В те же времена 80-е под тот же атомный бум заложили еще один атомный гигант АТОММАШ, куда сейчас из Краматорска и идут многие заготовки, из которых делают корпуса реакторов. В 2010 году Росатом купил Энергомаш Спецсталь. Сейчас там отливают заготовки для атомных реакторов ВВР-1200, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. Кроме этого, там делали заготовки и для реакторов РИТМ-200 для наших новейших атомных ледоколов. По крайней мере, для первых из них. Все это открытая информация, которую можно найти на сайте предприятия. Ссылки на источники будут в описании видео. Даже после известных событий 2014 года, оставаясь на подконтрольной Украине части Донецкой области, завод поставлял заготовки для строящихся Росатомом АЭС в Турции, Индии, Белоруссии и Китае и готовился к заказам для АЭС в Египте, Венгрии и Финляндии. Ну, последнее уже отпало из-за войны, а вот как это все отразится на египетской Эльдабаа или венгерском проекте ПАКШ-2, мы еще посмотрим. Пикантный нюанс. 10 марта Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о национализации активов России. Так что Краматорский завод вполне может вскоре уйти от Росатома Украине. Похожий закон сейчас готовят и в России, но в нем активы предлагают забирать уже не у одной страны, а у многих и многих из списка недружественных стран. Чего-чего, а недружественных для российских властей стран сейчас навалом, как и оставшейся от них собственности. Еще один нюанс. С учетом того, что Росатом уже имеет некоторое взаимодействие с Вооруженными Силами России, а мы видели это по опыту контроля и Чернобыльской, и Запорожской атомных станций, довольно любопытно, будут ли российские военные аккуратны в отношении собственности Росатома в случае боев в Краматорске. Если не ошибаюсь, в России есть аналогичные энергомарш-спецстали заводы, например, ижорский завод ОМЗ-спецсталь. Но быстро заменить выпуск нужной продукции и нарастить мощности еще надо суметь. Так что потеря Краматорского завода, если она случится по тем или иным причинам, вполне может повлечь как минимум задержки на зарубежных проектах Росатом. И это вряд ли порадует Турцию, Индию или Китай. И это очередной аргумент в пользу того, что в 21 веке лучше торговать и заниматься развитием собственной экономики и благосостоянием собственных граждан, а не устраивать войны. Да, все описанное выше, это, конечно, мелочи на фоне войны и гибели людей. Но я просто стараюсь отслеживать и фиксировать некоторые нюансы в своей атомной области. Уж какие времена такая и атомная популяризация. Если вы хотите поддержать хотя бы такую популяризацию, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео в соцсетях. Можно помочь и финансово, через Patreon, Boosty или напрямую. Все ссылки будут в описании к видео.